...находится в торгово-развлекательном центре Планета, и там вовсю кипит работа, проходит кастинг нашего потрясающего проекта «Внешность на миллион». Вот, видимо, Сеня Анинбург уже, да. Ксюш, привет! Рассказывай, что у вас происходит. Тебе слово. Здравствуйте! Прямо сейчас мы на прямой связи со студией телеканала «Инисей». Мы сейчас в ТРЦ Планета, на нашей локации, где проходит уже второй кастинг на телепроект «Внешность на миллион». Осталось совсем немного времени у конкурсантов. Вот буквально одна из последних на сегодня участниц кастинга в кадре, которая успеет пообщаться непосредственно вживую с нашими членами жюри и рассказать о всех своих проблемах. Сегодня, замечу, было очень много участниц. Участницы разные, от мала до велика. Но я напомню, что наши возрастные ограничения от 18 до 55 лет. Девушки и женщины могут прийти на кастинг, не меньше, не больше. Сегодня были очень разные конкурсантки. Мы вместе с ними и смеялись, и плакали. И на самом деле, серьезно, я прослезилась, когда одна из участниц была сегодня у нас на кастинге. Ну а прямо сейчас давайте подбавим эмоций, щепотку соли, так сказать, и чтобы наша конкурсантка получила новые эмоции. Давайте зададим ей вопрос прямо в прямом эфире. Так, кто это будет? Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Гурская Наталья. Наталья, расскажите, что вы сегодня ощущали и что чувствуете сейчас? Какие эмоции вас посетили? Я рада, что сегодня суббота, что сегодня есть возможность приехать в планету. Мой любимый телеканал проводит вот эту сессию, что я поучаствовала. Волновалась очень сильно попасть на проект. Хорошо. А когда будет уже непосредственно прямой кастинг, вдруг именно вы станете финалисткой? Будете вы волноваться или нет? Как думаете? Ну я, наверное, буду вообще счастлива, потому что выиграть такое, это сказка, просто подарок для меня будет. Но все участницы достойны, и я думаю, что не факт, что это буду я, но я буду счастлива. Вот так вот, можно прийти к нам на кастинг и получить незабываемые эмоции. Так что, если вы ищете острых ощущений, приходите к нам на кастинг и участвуйте в проекте. Далее мы расскажем о том, что именно на одну участницу, на финалистку мы потратим 1 миллион рублей. В 1 миллион рублей, что это вообще за такая красота? 1 миллион рублей. После этого проекта «Внешность на миллион», мне кажется, победительница может отправляться на конкурс «Мисс Селена» и смело побеждать, брать корону красоты. Над участницей будут работать стоматологи, стоматологи, также косметологи и, конечно же, пластические хирурги. Пойдемте, зададим пару вопросов пластическому хирургу. Рядом со мной сейчас Каменко Николай Константинович, врач высшей категории, пластический хирург Красноярского центра пластической хирургии и поликлинической медицины. Николай Константинович, расскажите, как вам наш сегодняшний кастинг? Ну, я сегодня пришел первый день на кастинг, ну, что-то понравилось. Да, приходят люди, конечно, с такими интересными вопросами, которые надо, можно и можно помогать, и надо это делать, конечно, но надо выбрать одного. Это очень пробленно, сложненько так, и, ну, не совсем так приятно. Все хотят, а надо одного. Николай Константинович, скажите, а сегодня были какие-то явные претендентки на победу, по вашему мнению? У меня вот есть одна девочка, вот Оля, она надо... Так, давайте все такие нюансы оставим в секрете. Ну, в общем, были, да, претендентки? Да, есть, есть, кому действительно можно помочь и неплохо помочь. Да. Ну, вот так вот напоминаю, что это второй кастинг, далеко не последний. Далее мы ждем вас также в ТРЦ Планета на нашем кастинге на локации проекта «Внешность на миллион». Следующий раз 19 августа в субботу и 26 августа также в субботу в ТРЦ Планета. Приходите к нам, проходите кастинг, и тогда вы получите возможность на участие в проекте «Внешность на миллион». Генеральные партнеры проекта. Красноярский центр пластической хирургии и поликлинической медицины. Профессорская стоматология «Зубник». Центр врачебной косметологии «Медикал Групп». Партнеры кастинга. Центр лабораторных технологий «АБВ». Фабрика мягкой мебели «Коста Белла». Фабрика мебели «Коста Белла».